Друзья мои, всем привет! С вами Палит. Я возвращаюсь из ада в рай. И после моих постапокалиптических проблем Синс 2, проблемы с Торди Велли мне уже не кажутся проблемами. Какие проблемы, когда здесь поля, карамболы, когда здесь золото растет прямо на грядках. Поэтому я сейчас радостно собираю свой первый урожай карамболы, потом поеду к Сэнди, куплю у нее семян на пересадку. Я уже совершенно твердо решила, что не хочу и не буду делать третью пересадку карамболы. Мне даже интереснее перетащить эти супер спиды на осень под тыкву. Поэтому я куплю, во-первых, на пересадку и, может быть, еще на одну лишнюю грядочку карамболы посажу ее просто так, без спидов. В общем, карамболы, наверное, мне не помешает. Ну и потом будет акцент на сбор ресурсов для бочек. У меня абсолютно нет железа, очень плохо с деревом, с медью, да практически со всеми ресурсами, которые необходимы для создания бочек. А завтра мой уровень поднимется, и я уже завтрашнего дня смогу делать бочки, чтобы варить вино. Ну, может быть, пару кадочек я сейчас поставлю и заброшу туда карамболы, чтобы были деньги на текущие расходы. Потом какой-то джин, ну, естественно, не из карамболы, все равно надо будет сварить для узелков. Так, очередной урожай кофе. И даже, может быть, я сейчас парочку подсочников повешу. Так, один подсочник сюда. Да, я вот, честно говоря, не помню, у меня здесь-то еще есть место или нет? Нет, наверное, нет. Ну, давайте вот на эти дубы, пока Пэмда гребет до автобуса, тоже повесим подсочники. О, замечательно, цветочек для Сэнди подъехал. Ух ты! Я уже вижу кофеок. Давайте выпьем обновление. Из обновлений я пока видела только, что мусорки по-другому открываются. Угу, камни у нас теперь, разменный материал. Жиоды, тотем, телепорт, пустыня. Ух ты, интересно. Древний клад. Его может вскрыть кузнец. Интересно, что там подсказывает. Я знаю, что вы уже все посмотрели обновление. Я вообще ничего не знаю про обновление. Ух ты, бриллианты теперь на тройной эспрессо можно обвинять. Да ладно, бомба стоит 5 кварцев. А сколько я его продала? Слушайте, ну это просто какой-то чекларек. Он каждый день здесь стоит. Ну это, наверное, уже просто... Нет, это не просто головные уборы, да? Они какие-то полезные тебе дают качества. Ребята, я жду от вас подсказок в комментариях. Бабочкин комод. Слушайте, ну очень полезные все вещи. Ну ладно, раз уж я сюда забежала, соберу под нужный корм. Книжка. Как замечательно. Книжка теперь не занимает столько времени, чтобы ее подобрать. Это реально жутко раздражало. Держи, сын, я не знаю, зачем я это делаю. Точно я социалкой не буду заниматься. И покупаю я 300... А может быть на 2 грядочки мне купить карамболы? Да, наверное, я так и сделаю. 360 карамболы я куплю. Раз уж мы такие богатые сейчас... Да, вот так вот. Семян новых никаких не появилось. Рубашка. Это, наверное, просто одежда. Никаких вроде полезных свойств нет. В общем, ребята, я ждал от вас подсказок, что стоит купить в этом ларьке пустынном. Ух ты, как кактусы выглядят красиво. Ага, это, наверное, телепорт, да? Да, все правильно. Вот делать, не делать катки. Мне так жалко камни. Я еще вот поэтому не хочу делать катки. Потому что я же еще пойду за грибами. И даже, между прочим, я сегодня хотела еще сходить за грибами. Не буду я пока делать катки. Все, я теперь высаживаю своим любимым способом. Вот так вот бегая. Мне этот способ нравится больше всего. И даже, может быть, у меня останется время на грибы. Так, это поле готово. И сейчас я вскопаю две грядки. Ух ты, грядки-то вскопаю. А на спринклеры-то у меня есть материалы. На два-то, наверное, хватит. Слушайте, друзья, ну, конечно, мне любопытство не дает покоя. Поэтому я хотела поиграть за палет. Но оказалось, что у палет ни шуша, ни жиот. И некоторые вещи появляются только на фермах 3+. Поэтому я зашла за Сольвик. И тут тут же меня встречает газ. Вот за палет он меня не встречал. Видимо, это событие 3+. И это замечательная кат-сценка, где газ болтает со мной, попутно помешивая свое варево. И в конце этой кат-сценки знак нашей дружбы дарит мне, ой-ля-ля, музыкальный аппарат. Музыкальный автомат. Это очень здорово, потому что там совершенно дивная музыка. И теперь не нужно бежать в таверну для того, чтобы ее послушать. Мы можем поставить прямо дома и выбрать какую-нибудь мелодию. Так что теперь дома не будет скучно. Я хочу собрать все жиоты. У меня, к сожалению, даже у Сольвик мало жиот. Вот еще здесь немножко есть. Потому что я все, наверное, раскрывала или даже продавала. Ни камней, ничего. Но зато у Сольвик и лидивой руды хоть попа ешь. И поэтому мы сейчас все это дело захватим. И поедем в пустыню. Нет, сначала мы в пустыню не поедем. Сначала мы с вами забежим к Клинту, потому что вроде как у Клинта есть новые апгрейды. Пока Клинт не открылся, давайте заглянем в новый мусорный бак. Вот так вот он теперь открывается. Ну, потому что действительно было нелогично, что около Джорджа Марта нет мусорного бака. А вот, кстати, интересно, когда закрывается Джорджа Марта, здесь есть мусорный бак. Я решила заглянуть в Гюнтеру, и тут меня ждут новые подарки. Во-первых, семена тыквы. Во-вторых, волшебный леденец. За определенное число с данных артефактов еще выдают и вот такие вот подарки. Вот таких подарков точно не было. Я троню эспрессо, немного крепче обычного кофе. Я надеюсь, что от него баф длится в три раза дольше. А волшебный леденец? Смотрите, куча энергии, здоровья, пять удачи, ну ничего себе. Два горное дело, пять защиты. Круто, но скорость всего лишь одна. Жалко, что один. Надеюсь, баф от него длится весь день. Давайте протестируем, сколько длится баф от волшебного леденца. А похоже, что все бафы длятся восемь с лишним минут. Это игровой день, да, практически весь. А что нового может нам предложить клинт? А клинт нам может предложить улучшить мусорку. Теперь, выкидывая туда предметы, мы получаем 15% от стоимости. Я так понимаю, что вот это, что ли, мусорка, да, улучшится? Ведь кроме этой мусорки мы больше никуда предметы не выкидываем. Хорошо. Привет, Робин, а у тебя чего новенького? Смотрите, у Робин есть дробилка, делает из одного куска твердой древесины обычную. Круто, протестируем. Не было, по-моему, ее, да? Верстак. Позволяет пользоваться материалами из расположенных рядом сундуков. Ух ты, где-то такое я уже видела. В какой-то игре точно вот такая была система. Если помните, напомните мне, в какой. Маленький холодильник. Дополнительные ингредиенты для духовки. Поставим, посмотрим. А вот швейная машинка-то где? Вот этого тоже не было. Кирпичного покрытия, по-моему. А кто продает швейную машинку? Не знаю, ну ладно. Вот он, замечательный прудик, который я сделать не могу, потому что я не взяла водоросли. Рыбку теперь можно разводить. Форель, я думаю. И очень полезная штука, это увеличенный сарай. Два раза в нашем обычном сараю увеличивается полезная площадь. Отлично. Но вы знаете, друзья, больше всего меня в этом обновлении впечатлило то, что рыбку теперь можно ловить иридиевого качества. Потому что пойманная безупречно рыба добавляет звездочку одну к ее качеству. Вот это дополнение очень интересно в контексте стратегии, которую я использую за Джоан. И вот такая новая замечательная комната появилась у сестричек. И вот тут стоит швейная машинка. Я вот не знаю, где ее надо купить. Надо почитать. Марни тоже машинку швейную не продает. И волшебник, кстати, тоже. Напишите мне, если знаете. Давайте попробуем тройную эспрессо. Вот я смогу сейчас увидеть баф? Ага, вот он, добавился баф. Но почему-то не написано, сколько он длится. Сейчас хочу отправиться в пустыню и заглянуть в этот тек ларек. Ну-ка, давай. Судя по всему, этот ларек работает каждый день. Можно накупить кучу мегабомб. Ага, волшебный леденец стоит 3 призматик шара. Ну, ничего, хорошо. Хорошо, если мы купим вот рецепт. Только зеленый тюрбан я могу себе пока позволить. А он, по-моему, ничего полезного не дает, судя по описанию. Но зато, как шикарно теперь тетушка выглядит. Вы посмотрите. Вот у нас появилась возможность делать тотем в пустыню. Ну, кстати, вполне доступно. И музыкальный мини-автомат мы можем сделать сами, оказывается. А вот швейной машинки я и здесь не вижу. Где? Где? Как научиться шить? Легкие платья и ситца. Сэнди, ты продаешь? Умни же оды. Нет, не продаешь. Мэрские подтяжки. Ужасно знакомые подтяжки. Вещи Льюиса просто по всему сообществу. Разбросаны. Да, умни же оды-то не каждый день Сэнди продают. Хорошо, а как я могу ходить? Никак. О, вот так вот. Теперь я в мырских подтяжках. Круто выглядишь, Сольвик. А холодильник выглядит вполне не менее. Почти такой себе полноценный холодильник. Верстак. Вот еще кое-что новое древесное удобрение. Дерево можно быстрее вырастить. Так, установила я верстак. И как же в него будут попадать ингредиенты из разных сундуков не очень понятно. Дробилка это хорошая вещь, потому что неизбежно наступает момент, когда у вас переизбыток твердой древесины в поздней игре. А теперь ее можно переводить на обычную древесину, которая нужна всегда. У Вилли тут новости в магазине. Смотрите, тренировочная удочка продается. Говорят, что легче с ней обращаться, но ловится обычная рыба. В смысле обычная, в смысле без звездочек или нередкая. И иритивую удочку мне пришлось покупать заново. Почему-то у меня ее не было. Давайте потестируем удочку. по идее здесь возле камня должны ловиться только рыбки со звездочками. А на тренировочную удочку мы что поймаем? Кстати, у нее нет слота для наживки. Полоска огромная, хотя полоска огромная, потому что навык высокий. Да, видимо здесь рыба без звездочек. И наживка у меня вся пропала. Но это безобразие просто. Надо поймать ее безупречно, чтобы посмотреть какая будет звездочка. Да, вот видите, безупречная рыба поймалась средьевой звездочкой. Круто. Интересно, сколько она стоит. У Сольвий какой навык? Ага, кстати, вот интересно посмотреть, без наценки будет рыба продаваться. Даже хорошо, что у нас навык на крабовые ловушки. Простая сельдь стоит 30. и ровно в два раза дороже иридиевая рыбка. То есть, представляете, соль с иридиевой звездочкой будет стоить 500 золотых. Ну, конечно, в начале игры сама вообще фит поймаешь, а уж с иридиевой звездочкой и подавно. Думаю, что сама при любом навыке рыбалки безупречно выловить нереально. Вот еще что бы мне хотелось попробовать, попробовать расколоть вот эти красивые сундуки. Ух ты! А, это жемчужина, которая в прошлом обновлении была добавлена. И, видимо, редкие артефакты. Ну, не такие уж и редкие. Безобразие. так себе. Ну, безобразие. Нет, вообще не стоит того. Вы видели. Хотя, может быть, все-таки с такими сундуками появляется шанс закончить эту коллекцию артефактов. Ребят, я зря ругалась. Вот, моя иридиевая удочка никуда не пропала. То есть, теперь мы можем покупать сколько угодно удочек. По-моему, раньше нельзя было этого делать. И, о чудо, у Марлона теперь можно купить сапоги, которые проворонил в сундуках. В прошлом моем прохождении в балет мне это было очень актуально. Из оружия вроде бы все то же самое. Наконец-то нашлось применение глины. Теперь можно делать кирпичное покрытие из нее. И выглядит оно вот так вот. Ну, очень мило выглядит. пьем тройной эспрессо. Баф от него длится 4 с лишним минуты. От обычного кофе баф длится только полторы минуты. Так что действительно в три раза лучше. И сколько же дерева из одной деревяшки? 7 штучек. Одна твердая древесина равно 7 обычным. Ну, могли бы десяточку добавить. Зажмотились. А вот так выглядит наш большой сарай. Заглянем. Ух ты! Бочки ставь не хочу. Еще больше вина из карамбалы, еще больше вина из древних фруктов, еще больше денег. Ну, что показало нам много интересного. Возвращаемся на поля к Джоану. Смотрите, друзья, котейка теперь может спать на кровати. Как это мило. А я-то смогу лечь? Смогу. Тетушка никак меня не отпускает. Я нахожу все новые новые вещи слишком милые, чтобы вам не показать. Например, на детеныши теперь можно одеть шапку. Вот так вот. Теперь он у нас в куриной маске. Комоды стали функциональными. теперь можно оставлять здесь лишнюю одежду. Это очень удобно. Да тут еще и по категориям все. Ага, то есть теперь вот эту одежку можно снимать. И драгоценности здесь можно хранить. Пустячок, но очень приятный пустячок. Ну, и раз уж Джоан никак не может вернуться к своим баранам, вернее, к своей карамболи, то я бы хотела получить еще одну очень интересную штучку. Прям must have в этом дополнении. Вот такая вот у нас открывается пещера черепа еще одна. Вот новые враги. Слушайте, мне кажется, что это какая-то ирония, может даже насмешка над Грейв Ярд Кипера. Ничего не хочу сказать плохого про эту игру. Возможно, я ее просто и распробовала. Я несколько раз пыталась начать в нее играть, но что-то меня не зацепило. Может я какой-то ее секрет не раскусила. Будет интересно, если попадетесь с вами впечатлениями. Если кто пробовал Грейв Ярд Кипер. Ну-ка, вас здесь. И вот то, ради чего я сюда бежала дама с косой. А коса непростая, коса золотая, она гораздо мощнее, чем обычная коса. Радиус ее действия увеличивается на две дополнительных клетки. Очень приятный инструмент. Пьер теперь продает росток риса. И как облагается рису, лучше всего он растет около воды. И рассада травы. Вернее, это чертеж. Один раз мы выучим его и больше не будем Пьеру отдавать по сотню за один кусочек травы. Из десяти волокон крафтится травка теперь для рассады. И между прочим, рецепт тройного эспрессо можно купить всего за пять тысяч золотых. всего. Ну, пора и честь знать. Возвращаемся домой. И в альтернативной реальности Джан таки раскошелилась на две катки. Ну, не больше. Больше даже не просите. И в альтернативной реальности Джан раскошелилась на целых три дополнительных грядки карамбулы. Чё-то какая темечка у меня лишняя оказалась. Видимо запасная. Остаток дня проведу естественно в шахте. Сегодня грибы на восемьдесят шестом этаже. А вот в шахте Джан ждала большая неудача. Я сейчас делаю лестницу просто для того чтобы показать вам. Я это в любом случае буду переигрывать потому что его нужно будет строить совсем по-другому. В предикторе у меня грибной этаж восемьдесят шестой. Но никаких грибов на восемьдесят шестом этаже нет. Это даже не первая попытка, не первая проверка. Во-первых вы видите нет зеленого фонаря. Есть один гриб, но это просто рандомный гриб. Я несколько раз пыталась сюда спуститься и гриб новой этажа нет. Вики англоязычной написано, что некоторые функции испорчены, предупреждают нас. Я конечно еще попробую послезавтра, то есть 12 числа спуститься на 84, а может и не буду пробовать. Но похоже после обновления этот предиктор с грибными этажами не работает. Увы и ах. С другой стороны я даже рада, честно говоря, потому что надоели грибы до смерти. Лучше я этот день переиграю и спущусь на какой-нибудь 40 этаж, наберу железо. У меня ни дерева, нет ничего, у меня нет для бочек. Вы знаете, сегодня отвратительные духи. Я пробовала ходить в шахту, но такой отвратительной шахты вообще не видела. И этот поход был жутко неэффективным, руды не было от слова совсем. Поэтому я решила посвятить этот день рубке дерева. С деревом у меня тоже все очень плачевно, да и фирму надо расчищать понемножечку. Думала, может быть, купить у Пьера семена мака, потому что мак-то в любом случае придется вырастить, две-то штучки точно, но сегодня же среда и Пьер закрыт. Котейка не дал мне лечь в постель, он на односпальной кровати тоже прекрасно спит. Седьмой уровень фермерства, восьмой уровень фермерства, девятый уровень фермерства и даже десятый уровень. Вот так вот, с шестого по десятый уровень на одном урожае карамбулы. Я думала, все-таки я сразу возьму золотые руки, не хочу я сейчас возиться с ускорением, со сменой специализации, потому что понятия не имею, когда получу доступ к робусу. Да и деньги, 10 тысяч на смену специализации сейчас для меня очень существенны, поэтому золотые руки. Будем выезжать на пока что джеми из карамбулы. Я, кстати, все-таки три бочки поставила. И вот так вот я деревом запаслась, по-моему, вполне неплохо. Не зря я вчера не ходила в шахту, оставила это на сегодня, потому что духи сегодня очень рады. Вот сегодня я надеюсь набрать побольше руды. Ну а с вами на сегодня Джан прощается. Спасибо, что провели это время со мной, посмотрели все новые интересные дополнения. Будем ждать вас в следующих сериях. Всем пока, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok